Бендеры Евгения Лесник рассказала. Сначала узнала о страшном ДТП в соцсетях, позже стало известно, погибший это дядя Сережа, ее дальний родственник. Очень жалко, очень хороший человек. Он работал, он никогда с кем не ссорился, был абсолютно здоровый и этого не должно было быть. На самом деле, он просто любил свою семью, особенно любил свою дочку, внука, внучку и тетю Нину. Они жили на Кишиневской, тетя Нина до сих пор с Кристиной в шоке, они до сих пор плачут и Кристина вообще не своя, потому что у нее такой еще стресс. Дядя Сережа похоронил сына 12 лет назад. Сергей Брызгалов жил недалеко от места, где погиб. Был сварщиком. В начале 8 утра начинал рабочий день. Накануне шел мимо остановки, возможно, как раз на работу. Его насмерть зажало между Митсубиси и забором частного дома. За рулем была 20-летняя девушка, которая потом подробно рассказала милиции, как превысила скорость и сбила людей. В аварии еще трое пострадавших. Одна из них Елена Черняга. Ее левую ногу врачи собирали по косточкам. Сейчас Елена в бендерской травматологии. После операции пока не встает. А вот как было в момент аварии. Я пришла на остановку, ждала троллейбус, собиралась на работу ехать. Услышала, что летит машина. Повернула голову. Смотрю, что она летит на такой скорости. И вижу, что отъезжает машина. Она была припаркована около бордюра. Вижу, что она отъезжает. И эта машина, черная машина, пытается ее объехать, резко тормозит и на меня направляется. Хорошо дерево стояло рядом. Я попыталась за дерево спрятаться. Я думала, что это дерево ее задержит. Но оно не задержало. Она снесла и дерево, и остановку, и меня зацепило по ногам. Все, что я увидела последнее, это капот, черный капот и лобовое стекло. И уже все, потом темно в глазах. Когда я очнулась, уже адская боль в ногах. Я лежала на земле. Когда Елена очнулась, стала кричать, чтобы вызвали скорую. Рядом лежали еще два человека. Это 50-летний мужчина и 71-летняя пенсионерка. Они по-прежнему в тяжелом состоянии в реанимации. Накануне по факту ДТП возбудили уголовное дело.